Здравствуйте, друзья! Сегодня мы поговорим про театр. Люди в наши дни живут очень занятой жи́знью, поэтому у них ма́ло свободного вре́мени, и всё же они стара́ются с пользой проводи́ть своё свободное вре́мя. Некоторые лю́ди с удовольствием ходят в теа́тр. Это один из са́мых дре́вних ви́дов иску́сств. Веками лю́ди ходят туда с разной це́лью – рассла́биться, развлечься, посмея́ться, наслади́ться игро́й сво́их люби́мых актёров. Кто́-то лю́бит драму, кто́-то увлека́ется музыка́льной коме́дией. Некоторые предпочи́тают бале́т и о́перу. В Росси́и есть много теа́тров – больши́х и ма́леньких, но́вых и ста́рых, знамени́тых и не о́чень хоро́шо изве́стных. Большой теа́тр в Москве́ – один из наибо́лее знамени́тых в ми́ре. Други́е наибо́лее популя́рные моско́вские теа́тры – Ма́лый теа́тр, теа́тр сатиры, теа́тр имени Вахтанго́ва, теа́тр эстрады и други́е. Ю́ные зри́тели посе́ща́ют детский музыка́льный теа́тр и теа́тр ку́кол. Все э́ти и мно́жество други́х теа́тров даю́т много ра́зных представле́ний. Из-за э́того зри́тель иногда бы́ва́ет в расте́рянности, како́й теа́тр выбра́ть. В э́том случае мо́жет оказа́ться поле́зным просмотре́ть афи́шу и выя́снить, что где и́дёт. Иногда́ вы мо́жете столкнуться́ с трудно́стью ино́го рода́ – как доста́ть биле́ты? Если́ вы не хоти́те стоя́ть в очереди за биле́тами у теа́тральной ка́ссы, то мо́жете заказа́ть их зара́не́е. Це́ны на биле́ты варьи́руются в зависи́мо́сти от ме́ст. Лу́чшие места́ в теа́тре, в портере́ и в биле́таже. Они дово́льно доро́гие. Ло́жи то́же явля́ются са́мыми лу́чшими ме́стами, а таќже са́мыми доро́гими. Биле́ты на дневно́е представле́ние деше́вле, чем на вече́рнее представле́ние. Друзья́, а вы́ любите хо́дить в теа́тр?